Друзья, всем привет! Это русское радио-шоу, подкасты и видео для студентов, которые изучают русский язык и хотят это делать естественным способом, слушая русскую речь, смотря адаптированное видео на русском языке и, самое главное, делая это с удовольствием. Меня зовут Сергей Гриффитс, я радиоведущий и учитель русского языка как иностранного. Если вы еще не знаете о проекте «Русское радио-шоу», самое время с этим проектом познакомиться. Так что, если это первое видео, которое вы смотрите или первый подкаст, который вы слушаете, добро пожаловать в «Русское радио-шоу». Я сегодня не в радиостудии, я сегодня дома, но надеюсь, что качество звука и качество видео будет тоже хорошим. Друзья, сегодня у нас очень интересная тема. Тема этого выпуска – фильмы и сериалы на русском языке, которые я рекомендую своим студентам. Очень часто многие преподаватели русского языка получают такой вопрос от студентов. Что посмотреть? Мы хотим смотреть русские фильмы и сериалы. Что вы посоветуете? Конечно, у каждого преподавателя есть свой список фильмов и сериалов. Ну, а я сегодня решил поделиться своим списком. Надеюсь, что эта информация будет полезной для вас. Итак, мы начинаем. Вы изучаете русский язык? Эта программа для вас. Русское радио-шоу. Перед тем, как я расскажу вам о фильмах и сериалах, которые я рекомендую, наверное, было бы логично сначала рассказать, как можно использовать эти материалы. Что нужно делать с фильмами и сериалами? Понятно, что их нужно смотреть. Но если вы, например, решите посмотреть какой-нибудь фильм на русском языке, через пять минут вы обнаружите, что вы ничего не понимаете, я думаю, что ваша мотивация сразу упадет. Поэтому с такими материалами, как фильмы и сериалы тоже нужно обращаться аккуратно. Итак, если вы недавно начали изучать русский язык, то я рекомендую смотреть русские фильмы и сериалы на русском языке, но с субтитрами на вашем родном языке. Этот вариант подходит именно для тех, кто недавно начал изучать русский язык. Читая субтитры, вы будете все понимать, потому что субтитры будут на вашем родном языке, но одновременно вы будете слышать русскую речь и, если хотите, привыкать к ней. Второй вариант. Если у вас средний уровень, то вы можете смотреть фильмы и сериалы на русском языке с русскими субтитрами. Именно так я делаю, когда изучаю и практикую итальянский язык. Действительно, в этот момент вы будете и слышать русскую речь, и видеть русскую речь. Ну а если какое-то слово вы не поймете, вы всегда можете нажать на паузу и посмотреть, например, в электронном словаре, как это слово переводится. И третий вариант. Если у вас продвинутый уровень русского языка, если вы уверенно, бегло говорите на русском языке, если вы почти все понимаете как носитель русского языка, то, конечно, вы можете смотреть фильмы и сериалы на русском языке без каких-либо субтитров. А если какое-то слово вы не поймете, то же можете нажать на паузу и найти это слово в электронном словаре. Самое главное, пожалуй, найти хороший баланс. Потому что если вы смотрите видео и понимаете 100%, значит, прогресса не будет. Конечно, польза в этом есть. Если вы все-таки слышите русскую речь, но большого шага вперед в изучении русского языка, наверное, не будет. И наоборот, если вы смотрите видео, например, с субтитрами, и каждые 15 секунд нажимаете на паузу, потому что не понимаете какое-то слово и хотите найти его в словаре, этот вариант тоже не очень хороший, потому что у вас быстро пропадет мотивация. На мой взгляд, когда вы смотрите видео, здесь нужно найти баланс между удовольствием, чтобы вы с удовольствием смотрели видео, и между прогрессом, чтобы иногда, не каждые 15 секунд, вы нажимали на паузу и находили какое-то незнакомое вам слово. И еще один очень важный момент. При выборе фильма или сериала всегда нужно выбирать ту тему, которая вам интересна. Например, если вы интересуетесь советским периодом, то вы легко можете найти какие-то советские фильмы. О них, кстати, я сегодня тоже поговорю. Если вы любите классическую русскую литературу и хотели бы посмотреть экранизацию какого-нибудь романа, например, вы всегда можете найти такие фильмы. Есть прекрасный фильм 60-х годов прошлого века по роману «Война и мир». Есть достаточно хороший русский сериал, кажется, 2007 года по роману Достоевского «Преступление и наказание». То есть найти такие фильмы очень легко, бесплатно, в интернете. И если вы читали то или иное произведение, тот или иной роман, вы уже будете знать весь сюжет и с удовольствием посмотрите фильм или сериал. Если вы любите медицину, вы тоже можете найти хорошие сериалы на эту тему. В России есть один известный и популярный сериал на медицинскую тему. О нем тоже я сегодня расскажу. У меня даже были студенты, которые очень любили фильмы Тарковского. Я надеюсь, вы знаете этого режиссера. Это фильмы не для всех. Даже многие русские не понимают фильмы Тарковского. Но у меня были студенты, которые очень любили эти фильмы. Итак, самое главное — найти ту тему, которая вам нравится. Вам должно быть интересно. Ну и перед тем, как я расскажу о тех фильмах и сериалах, которые я рекомендую, хочу напомнить вам, что вы можете скачать полную PDF-транскрипцию этого эпизода. И скачать ее можно на моем сайте russianradioshow.com Зачем нужна транскрипция? Я об этом всегда говорю. Одно дело только слушать или смотреть. Другое дело иметь на руках транскрипцию, находить какие-то новые слова, подчеркивать их, запоминать, а потом много раз слушать этот подкаст, и автоматически эти новые слова и выражения попадут в вашу долгую память. Вы их больше никогда не забудете. И также на моем сайте russianradioshow.com вы можете заказать онлайн-уроки со мной, вы можете принять участие в нашем русском разговорном клубе и найти много полезной информации. Так что приглашаю вас на сайт russianradioshow.com Русское радиошоу Ну что, поехали! Вот мой список. Начнем, наверное, с советского периода. Если вы интересуетесь советским периодом, я, пожалуй, порекомендую вам два своих любимых фильма. Это Москва слезам не верит и служебный роман. Москва слезам не верит – это мелодрама. Расскажу коротко сюжет, но без спойлеров. Не волнуйтесь. Итак, Москва, 50-е годы прошлого века. Три молодые провинциалки, то есть девушки из провинции, приезжают в столицу, в Москву в поисках счастья, любви, достатка, в поисках успешной жизни. Одна героиня, Антонина, выходит замуж, растит детей и любит мужа. Она такая типичная советская женщина. Вторая, Людмила, считает, что Москва – это большая лотерея, в которой она должна выиграть, найти свое счастье. И Людмила часто пускается в какие-то авантюры. А Катерина – главная героиня. Влюбляется в красивого парня, но тот ее беременную оставляет. Однако Катерина не опускает руки, она одна растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. А в 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу. Кстати, именно в этом фильме звучит фраза, которая стала очень популярной. «В 40 лет жизнь только начинается». В этом году мне 40 лет, так что я надеюсь, что эта фраза не хитрость режиссера или сценариста, а настоящая правда. Кстати, в 1981 году фильм «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар». Да-да, «Москва слезам не верит» это лучший фильм на иностранном языке 1981 года по мнению Американской киноакадемии. Примечательно, что режиссер этого фильма Владимир Меньшов не смог лично получить статуэтку, потому что ему было нельзя выезжать из СССР, он был невыездным, и вместо него статуэтку получил сотрудник посольства СССР в США. А сам режиссер узнал о том, что его фильм получил премию «Оскар» из новостей по телевизору. Причем эта новость была 1 апреля, и Меньшов подумал, что это какая-то шутка. Говорят, что в 1985 году Рональд Рейган посмотрел не менее 8 раз фильм «Москва слезам не верит» перед первой встречей с Михаилом Горбачевым. Он пытался понять загадочную русскую душу. Следующий фильм это «Служебный роман». Это романтическая комедия 1977 года. История такая. Сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев очень скромный и застенчивый. Его приятель советует ему приударить за начальницей Людмилой Прокофьевной, чтобы получить повышение, чтобы сделать карьеру. Приударить — это значит начать ухаживать, начать романтические отношения. Но, как это часто бывает, они влюбляются друг в друга. Это очень интересный и такой легкий фильм. Я его знаю наизусть, но, несмотря на это, если я случайно включаю телевизор и вижу, что на каком-нибудь канале показывают этот фильм, я не могу остановиться и все равно смотрю его до конца. Хотя, как я уже сказал, знаю этот фильм наизусть, знаю все фразы и могу цитировать этот фильм. И завершая советский период, если у вас хороший уровень русского языка и вы интересуетесь не только в кавычках прекрасной жизнью в Советском Союзе, но и красным террором, который имел место быть, я очень рекомендую вам спектакль, который называется «Крутой маршрут». Спектакль театра «Современник». Вообще «Крутой маршрут» — это автобиографический роман Евгении Гинсбург. Я знаю, что есть фильм по этому роману с Эмили Уотсон в главной роли, но я рекомендую вам именно спектакль театра «Современник». Я не ошибся. Спектакль — видео-версия спектакля, и этот спектакль есть на Ютубе. Вы можете в строке поиска написать «Крутой маршрут» «Театр «Современник», и вы найдете этот спектакль. Я его смотрел в очередной раз на Ютубе буквально две недели назад. Сейчас в мире такие события, что мне захотелось пересмотреть этот спектакль. Там играют потрясающие актеры, там очень красивая, правильная русская речь. Но а если в вашем регионе недоступно это видео, и Ютуб напишет, что вы не можете смотреть это видео в своем регионе, я думаю, вы прекрасно знаете о такой замечательной опции, как VPN. Используйте ее. У нас впереди более современные фильмы, но сначала я бы хотел напомнить, что вы можете стать спонсором русского радиошоу на сайте patreon.com. Там есть две опции. Вы можете просто сказать спасибо и каждый месяц поддерживать русское радиошоу суммой в один доллар США. Спасибо вам большое, потому что каждый доллар это большая поддержка, и благодаря вам я могу развивать и продолжать этот проект. А еще на патреоне есть такая опция, как генеральный спонсор. Это те люди, которые очень-очень-очень поддерживают русское радиошоу. Каждый месяц они платят сумму в пять долларов США, и этих людей я по традиции благодарю отдельно. Итак, генеральные спонсоры этого выпуска Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Джи Каминг, Русс Коллинз, Хусна и Катерина Баранова. Большое вам спасибо за вашу поддержку. Вы генеральные спонсоры этого выпуска. Русское радиошоу. И идем дальше. Итак, мой список фильмов и сериалов на русском языке, которые я рекомендую. Один раз мы со студентами посмотрели не очень известный, но, на мой взгляд, очень хороший фильм, который называется «Плюс один». Этот фильм моим студентам очень понравился, и этот фильм мне очень нравится. Это романтическая мелодрама 2008 года. История такая. Из Великобритании в Москву приезжает известный кукольник Том. В Москве он проводит мастер-класс для молодых актеров театра кукол. И в Москве его, конечно, сопровождает переводчица Маша, потому что Том не говорит по-русски. Маша ему все переводит с английского на русский и во время мастер-классов переводит вопросы студентов с русского на английский. В общем, работает переводчицей. У них, конечно, начинаются романтические отношения. Это красивый, но немного грустный фильм. Будут ли герои вместе? Ведь они такие разные. узнайте, если посмотрите этот фильм. Напомню, он называется «Плюс один». Если вам нравится медицинская тема, то я очень рекомендую сериал «Интерны». Это очень популярный комедийный сериал о работе молодых врачей в одной больнице. Там очень много шуток, очень много веселых ситуаций, и этот сериал будет вам полезен еще и потому, что один из героев там американец. Там есть герой, он работает, конечно, врачом, он интерн. Это американец из Бостона, которого играет американский актер Один Байрон. Почему я об этом говорю? Там действительно очень много веселых ситуаций, когда этот американский врач не понимает русский характер. Он попадает в разные комичные ситуации, поэтому этот сериал вам поможет еще и понять немного русский характер и русский менталитет. Абсолютный фаворит среди моих студентов это комедийный сериал Кухня. Это история о работниках одного популярного ресторана в Москве. еда любовь веселые ситуации много хорошего настроения все это сериал Кухня. Я вам его очень рекомендую. Наверное если бы я составлял хит-парад то этот сериал был бы на первом месте потому что абсолютно все мои студенты очень любят этот сериал. И там очень хороший живой легкий русский язык. Так что я думаю вам будет полезно посмотреть этот прекрасный сериал. Также моим студентам очень понравился достаточно новый фильм который называется Холоп. Кстати это один из самых кассовых фильмов российского кинематографа. Главный герой Гриша он тот кого принято называть золотой молодежью. У него богатый папа а сам Гриша ведет веселый и безответственный образ жизни. Но все меняется когда он попадает в 1860 год и становится обычным крепостным то есть несвободным конюхом. Конюх это работник который присматривает за лошадьми. История очень интересная это отличный фильм я советую вам его посмотреть. Напомню он называется Холоп. И наверное последний совет напомню что вы также всегда можете смотреть не только русские фильмы и сериалы но и например американские но в русском дубляже. Дубляж это когда актеры по-русски озвучивают героев фильма или сериала. то есть вы слышите русскую речь. Например если вам нравится сериал Доктор Хаус или Игра престолов или Секс и город по-русски он называется секс в большом городе отчаянные домохозяйки если вы знаете эти сериалы наизусть вы можете попробовать посмотреть их на русском языке. в этот момент вы будете слышать правильную русскую речь и вы будете к ней привыкать. Вот такой мой список конечно на самом деле список намного больше но я выбрал только самые самые интересные на мой взгляд и полезные для студентов которые изучают русский язык фильмы и сериалы. Если хотите я могу продолжить этот список и в одном из следующих выпусков рассказать вам о других фильмах и сериалах пишите в комментариях хотите или не хотите итак друзья еще раз хочу пригласить вас на мой сайт russianradioshow.com если вы хотите изучать русский язык со мной онлайн вы можете заказать уроки забронировать уроки со мной также вы можете принять участие в русском разговорном клубе и конечно я призываю вас скачать pdf транскрипцию этого выпуска чтобы еще раз прочитать весь текст а может быть не один раз а много-много раз найти все новые фразы и слова которые вы не знали а потом каждый день вы будете слушать этот выпуск подкаста и запоминать эти новые слова и фразы автоматически меня зовут Сергей Грифиц жду ваших комментариев пишите мне ну и конечно изучайте русский язык с удовольствием это было русское радио шоу до встречи русское радио шоу